Приветствую вас. Давайте попробуем разобрать подробно то, что с вами произошло, происходит. Давайте попробуем рассмотреть проблему вашу и подумать, какие могут быть из неё варианты выхода. Моя проблема заключается в том, что если я не могу общаться с тем парнем, который мне нравится. Смотрите, симпатия к другому парню порождает у вас мотивацию с ним быть. То есть вы хотите быть с этим мужчиной, вы хотите завести с ним отношения, начать с ним отношения. Это ваше желание, это то, чего вы хотите, но при всём том, что вы этого хотите, у вас очень большое напряжение, как и сказал мой коллега, при достижении этого. То есть когда вы начинаете общаться с парнем, который вам нравится, у вас сверхмотивация с ним общаться. Сверхмотивация наладит с ним какой-то диалог. И эта сверхмотивация не позволяет вам как-то адекватно выстраивать с ним отношения. То есть, что я хочу сказать. Для того, чтобы адекватно выстраивать отношения нужно, чтобы вы были наравне с ним, наравне с мужчиной. Значит, для того, чтобы вы были наравне с мужчиной, вам нужно, чтобы вы обладали одинаковой, похожей потребностной сферой. Но у вас разные потребностные сферы. Парень, который вам нравится, нужен вам больше, чем вы, к сожалению, нужны ему. Почему? И вот здесь, вот здесь. И возникает вопрос. Почему? Почему? Почему вы нужны парню меньше, чем он нужен вам? С чем это связано? Для чего вам парень? Для чего вам отношения? Да? Как вы относитесь к себе в контексте этих отношений? Я имею ввиду, вот, если вы резко начинаете тупить и будто вообще воду в голове, то, скорее всего, вы не уверены в себе. Скорее всего, вы стесняетесь. Это стеснение. Это результат стеснения. Я. И вопрос заключается вот в чем. А если вы стесняетесь, то почему? Понимаете? Какую часть себя вы не принимаете? И с чем это связано, что вы себя не принимаете? Вот об этом нужно подумать. И когда вы научите себя принимать, когда вы увидите потребность, когда вы увидите потребность свою, которая сейчас реализуется только через парня, который, вот, вам нравится, вам будет легче. Кроме того, само понятие нравится, само понятие симпатии, оно, ну, довольно такое узкое. Нравится, как правило, определенный типаж. Нравится, как правило, определенный собирательный образ, скажем так, мужчины, например. Определенный собирательный образ мужчин. Но определенный собирательный образ мужчины, как правило, идеализируется. Потому что вы уже заведомо заранее приписываете ему, мужчине, то бишь, определенные черты. Определенные качества, которых у него может и не оказаться. И в этом случае вы рискуете, начав встречаться с парнем, который вам нравится. Вы в этом случае рискуете ошибиться и нажиматься на человека, который вообще не ваш. Совершенно. И это вполне реально. Поэтому я рекомендую вам перестать делить людей на тех, которые вам нравятся, мужчин, на тех, которые вам нравятся и те, которые не нравятся. И общаться со всеми. Чтобы у вас не было недостатка в ухажерах. Если не будет недостатка в ухажерах, то и сверх мотивации общаться с кем-либо у вас не будет. Потому что, ну, о какой сверх мотивации речь, если у вас два, три, четыре, пять парней, с которыми вы можете пообщаться, если с этим ничего не получится. Но это нужно. А парни в процессе взаимодействия с вами будут дотягиваться на вас. Ну, кто-то из них. Кто-то из них и дотянется, кто-то не дотянется, это уже вопрос другой. Но, ну, не давать людям шагничать. Они руководствуются только своим образом собирательным, который, как правило, является производной от анимуса первичного мускового образа, образующегося и формирующегося у нас еще в детстве. Поэтому, вот, от этого мне бы хотелось вас пробыстрелить. И одновременно, вот, одновременно с корректировкой своего, скажем так, внешнего поведения и, может быть, поведения немножко женского, я бы рекомендовал вам подумать о том, что в вас именно такого, что вы в себе не принимаете сами. Об этом стоит подумать. Если подумаете, об этом можно поговорить, это можно проанализировать, подкорректировать и вам будет легче, вам будет проще. Потому что, что-то вставляет вас тупить. Это какой-то страх, это какие-то желания, это ожидания некие, понимаете? А этого не должно быть. Это просто человек. Просто человек, с которым вы встретились, с которым вы можете расстаться тут же, в следующую секунду, понимаете? Которым, возможно, чего-то не получится и так далее. То есть вот об этом нужно не забывать. А вы, у меня такое впечатление, что вы видите в парнях столько парней, столько мужчин. Причем не просто мужчина, а который вам нравится. А мужчина, который вам нравится, он идеальный. А парень не идеальный. И из-за того, что вот эта вот происходит незастыковка, вам и сложно адаптироваться к реальному положению вещей. Не нудно идеализировать людей. От этого ничего хорошего не получится. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...